В этом видео хочу с вами разобрать детально тетрадки ученика 6 лет в английской школе. Сейчас откроем эту тетрадку и будем детально смотреть задачи, которые решают на математических уроках в школе. Моя цель показать, какими знаниями обладают школьники в Англии к возрасту 7 лет. То есть вот после окончания этой тетрадки они идут в местный 3 класс и начнут его, когда всем школьникам 7 или меньше лет. То есть это примерно соответствует первому классу в России. Так вот давайте же посмотрим, что в Англии вот перед этим возрастом 7 лет дети изучают в школе и с какой мат-базой они в 7 лет оказываются. Кто-то может спросить меня, как я пришел к этому видео. Я на канале уже снимал сравнение российского ЕГЭ и его аналога в Великобритании. Я удивился разнице в уровне. Потом я стал смотреть за 9 класс экзамен в России ОГЭ и его аналог GCSE в Англии. И опять же была очень большая разница. И я тогда сравнил, что же изучают в 3 классе в России и примерно в этом же возрасте, в 5 классе Англии. И опять большая разница. Дело в том, что в Англии дети идут в школу примерно с 4 лет. Сначала это подготовительный класс, потом первый класс в 5 лет и потом второй класс в 6 лет и третий это уже в 7 лет. И я думал, что вот в этой начальной школе, вот эти первые классы, первый, второй, тем более подготовительный, это что-то вроде детского сада. Ничего серьезного не происходит. Но потом я вижу эту разницу уже в 3 классе, в 10, в 11. И вот сейчас в этом видео мы с вами и посмотрим, а чем же они занимаются и что я думал они делают, называя это детским садом. Итак, первая тетрадка. Здесь в основном будет арифметика. Давайте посмотрим. Дети начинают учиться в сентябре. Никому из учеников в классе нет 7 лет. Это 6-летние ученики. И с чего они начинают? Вот посмотрите, у нас идет сложение здесь десятки в виде таких вот пучков, либо пуговиц на рубашке. Вот они складывают десятки. Также у них единицы есть, отдельные яблоки. Это не самое начало. Я имею в виду, что до этого был первый класс, до этого был подготовительный год. То есть вот мы уже не с нуля с вами начинаем. Тут у нас идут десятки. Сразу видите, десятки такими брусочками изображаются. И отдельными кубиками единицы. Вот они смотрят по картинке, сколько десяток, а сколько единиц. Здесь дальше идут похожие задачи. Здесь у нас, смотрите, идет уже разбивка числа. Вот написано 59. Разбиваем на 50 и 9. 74. Они записывают четверка, сколько единиц. Значит, семерка, это сколько десятков. Дальше двигаемся. Приходится вращать, потому что у них нет учебников в английских школах. Детям такие вот распечатки раздаются. Они в них решают задачи. И после этого учитель у каждого ученика в тетрадку эти листы вклеивает. Что у нас дальше идет? Вот, смотрите, 13. Это у нас один десяток и три единицы. Здесь также 12 разбивается на два десятка и две единицы. Дальше идет, может быть, чуть посложнее. 41 на 41. 12 опять на 10 и 2. Дальше у нас опять идут с блоками. Вот, посмотрите, здесь у нас десятки такими блоками изображаются и отдельными кубиками единицы. И вот, соответственно, по рисунку они должны записывать числа. Здесь дальше опять практика. Дальше пошло, вот смотрите, они разбивают число. То есть двойку можно записать как 0 и 2. Здесь у нас тройку как 1 и 2. Еще тройку как 0 и 3. И вот так вот по-разному записывают числа. Дальше у нас идет... Привет, абстрактная математика. Ну, некоторые люди так считают. Здесь у нас, смотрите, складывают зебр и коров. Я лично в этом ничего страшного не вижу. И у всех детей, у которых я, ну, там где-то от 3 до 7 лет задавал вопросы, без проблем они складывают. Вот смотрите, как это выглядит. Здесь, по сути, они очень хорошо, дети понимают реальность. Они пишут, было 5 зебр и 3 коровы. И это 8 животных. То есть дети вполне легко классифицируют и корову, и зебру как животную и могут сказать вам, сколько животных. Здесь аналогичная задача луковицы и морковка. И сколько будет овощей. Вот они без проблем складывают и говорят, сколько овощей. Это, по-моему, довольно интуитивный, понятный навык. И с детства самые, мне кажется, там дикие племена смогут вот такое обобщение сделать. Что дальше? У нас идет сложение 7 плюс 4 — 11. 10 плюс 2 — 12. 17 плюс 3 — 20. То есть, видите, тут идет уже переход и через десяток, и во второй десяток. Здесь у них что-то вроде... Это, видите, это не числовая прямая. Здесь числа просто нарисованы по порядку. То есть, это нельзя сказать, что это континуум, что это какая-то непрерывная линия. Это именно просто по порядку нарисованы числа. И они к 12 прибавляют 6. Ну и вот эта линия им может в этом помочь. Отсчитывают 6, передвигаются к 18. Ну и также вот эти задачки. Там 31 плюс 7. 7 прибавили, получили 8. Идут неравенства. 12 плюс 3 или 11 плюс 5. Что больше? То есть, вот они сначала вычислили 15, 16. Потом говорят, что больше, что меньше, либо равно. Как вот здесь вот в этом примере. То есть, вот это в 6 лет уже дети делают. Тут, соответственно, неравенство 13 минус что-то меньше 6. Дети должны сказать, а что именно можно вычислить из 13, чтобы это было меньше 6. И пишут разные варианты. Вот здесь вот в уголку нарисована задачка. Это вот текстовая задача, которая так популярна в российской школе. Мария пошла покупать какой-то брелочек за 16 пенсов. Мишку за 19 пенсов. Она заплатила 50 пенсов. Ей дали сдачу 10 и 5 монеты. И правильно ли ей дали сдачу? Значит, двигаемся дальше. Здесь практика. Видите? Двузначное число. Минус однозначное. Вот они вычитают. Также двухзначное минус однозначное. 38 минус 7. 45 минус 6. И вот эти клеточки. Это опять же вот по порядку нарисовано. 45. И можно 6 назад отсчитать. То есть это им помогает ориентироваться. Я напоминаю, это не непрерывная линейка. Это именно просто числа дискретные написаны по порядку. Как пальцы зажимать? Практически какие-то примеры. 1 плюс 9. 2 плюс 8. 3 плюс 7. В каком виде можно десятку записать? Дальше идет сложение в столбик. Как это не удивительно. То есть вот у нас идут десятки. Но пока, видите, прибавляется что-то простое. Либо двойка, либо единичка, шестерка. То есть тут при сложении у нас, видите, не происходит переход через десяток. То есть мы как были с 30, так с 30 и остались. Но дальше будет больше. Дальше идет практика сложения в столбик. Вот у нас идет сложение в столбик. Пока, видите, мы все еще, если было 30, в ответе тоже 30. То есть мы не переходим через десяток. То есть это пока такая вот практика простых заданий. О, вот появились десятки. Вот мы складываем уже десятки. Уже, видите, 60 плюс 18. Но опять же, пока в единицах новый десяток не зарождается. При сложении. Все по чуть-чуть. Вот так как снежный ком увеличивается. Вот идет дальше практика. Видите задачки. Опять же практика. Идет сложение. А вот тут, кстати, видите, уже произошел вот этот вот системный переход. 47 плюс 13. Зародился новый десяток. Единичку перенесли. Вот они ее сюда записали. Стало быть, 5. И эта единичка 6. 60. Тут у них практика идет. То есть вот они отрабатывают этот навык. Математика это вообще как бы навык больше, чем знание. Что у нас здесь пошло? Два кубика. И мы кидаем как бы кости. И смотрим, какая сумма может получиться. Вот в результате дети считают. Там либо 1 плюс 1, либо 5 плюс 1. Ну, в общем, все возможные варианты, что на костях может выпасть. И какова будет сумма этих чисел. Здесь тоже несколько похожая практика. Опять же, сложение в столбик. 6 лет. Здесь там 65 плюс 23. 54 плюс 32. Вот они пошли отрабатывать. То-то похоже на линейку. Такие пока дискретные числа. Тут нет градации, да. То есть это именно целые числа тут. Вот они складывают и смотрят, как это выглядит на прямой числовой. Вычитание, сложение. Но здесь, видите, задача. Ну, прототип икса. Что нужно вычесть из 76, чтобы получить 16? Или из 53 вычитаем 40. Еще что-то, получаем 3. Найти неизвестное. Идет вычитание. Но, видите, здесь не в столбик. 54. Разбиваем на 50 минус 4. Вычитаем 4 десятка. 10, 14 ответ. Ну, а здесь пошло уже опять столбик. Это такая вот практика. Практика, видите, практика. Домашек у них в этом возрасте почти не бывает. То есть это я вам показываю то, что они делают в классе. Вычитание 99 минус 23. 76. Рисуется что-то вроде числовой прямой. И вот они по шагам. Это не соразмерно. Просто что сначала 3 шага назад 96 оказались. А потом 2 десятка. Дальше опять практика. Здесь вот эта арифметика начинает очень детально отрабатываться. Вот появляются сотни. 110, 130 минус 20. То есть, видите, они уже перешли за сотню. Но все равно, то есть тут пока с десятками такие операции. А вот, кстати, смотрите, тут уже они перешли даже за 1000. 1440. На этой странице появляется интересная тема. Это что-то вроде приблизительного подсчета. 41 плюс 12. 41 близко к 40. 12 к 10. Ответ примерно будет 50. Ну, это значит, чтобы интуитивно можно было себя проверить, правильно я решил или нет. Хотя бы, ну, такой грубый расчет. Тут 71 плюс 22. Опять же, 71 округлят до 70. 22 до 20. Ответ будет близок к 90. Здесь вот, как я действительно предположил, идет проверка. 12 плюс 11 равно 45. А ребенок такой говорит, ну, должно быть на самом деле около 20. То есть, здесь какая-то ошибка. Здесь 28 плюс 13. Ну, на самом деле 28 почти 30. Это 10. Ответ должен быть примерно около 40. А тут 63. Явно неправильно. Ну, и вот появляется такой вот интуитивный механизм. Правильно ли сделана задача или нет. Практика. Приблизительный расчет. Дальше, дальше нам нужно взять следующую тетрадку. Эта тетрадь будет посвящена больше не арифметике, а геометрии и текстовым задачам. Давайте посмотрим вторую часть. Здесь у нас начинаются задачки. И задачки у нас, видите, касаются темы каких-то детских покупок. То есть, надувной шарик, шапка для вечеринки, какое-то печенье, чупа-чупс. У каждого товара есть своя цена. И, соответственно, они начинают практиковать, складывать что-то привязанное к жизни, а не абстрактные числа. Здесь у них разные монеты. Они должны записать. А вот это вот столько-то монет, сколько это на самом деле. Я бы сказал, что... Ну, вот я общался тут с разными мелкими. У них вот с этим проблем нет. Потому что, ну, они находят на улице разные монетки. Они уже их куда-то в копилку кладут и очень любят подсчитывать свой капитал. То есть, в целом, у ребенка, скорее всего, этот навык уже просто неплохо развит сам по себе. Особенно, если у них есть старшие братья-сестры, кто что-то там тоже собирает, на что-то копит. Вот у нас есть 15 пенсов. В виде каких монет я 15 пенсов могу записать? Тоже вот разные монеты английские. То есть, вот подсчитывают сумму. Дальше идет практика. Вот тут идет довольно интересная задача. Смотрите, некая Лола купила у клоуна в цирке воздушный шарик. И она заплатила шестью монетами. Сколько она могла заплатить разными монетами? Ну, то есть, мы не знаем, какие это были по номиналу монеты. Предлагается, допустим, 1 пенсовых монет. 5 пенсовых, 20 пенсовых. И считается сумма, сколько она всего заплатила. И потом спрашивается, какой из этих результатов, то есть, какая цена вам кажется справедливым за воздушный шарик. То есть, ну, в целом идет такая привязка к жизни. В этой задаче у нас есть мешочек со сладостями. И говорится, что он стоит 45 пенсов. Ребенку говорится, а какими монетами вы бы могли заплатить за этот мешочек, используя только серебряные монеты? Ну, это означает, что такого железного цвета. Вот смотрите, например, у нас вот эта 5 пенсовая монета. Она такая вот серебристая. А если вы возьмете 2 пенсовую, она такого медного цвета. Ну, и в данной задаче нужно именно серебристые монеты использовать. Какие варианты ребенок может подобрать, чтобы заплатить 45 пенсов? В этой задаче Рози пошла в магазин, и у нее было 10 пенсов. Тут есть разные сладости. Каждая стоит по-своему. И вопрос, что бы она могла купить, если она хочет потратить все свои деньги? Задача очень жизненная для ребенка. И практичная. То есть, ребенок в целом должен быть заинтересован так, представлять, начать. Хотя, на мой взгляд, плохо давать задачи про еду. Ребенок обычно отвлекается. Ну, вот из моей практики, что это может несколько сбить. Особенно, если он голодный. То есть, все, процесс может получиться уже не очень хорошим. Другая задача. У нас есть разные продукты. Карандаш и сыр. Точилка, лампочка, банан. И мы можем купить 2 какие-то единицы. И вопрос, сколько мы за это заплатим. То есть, нужно сложить будет 2 цены. Сколько нам дадут сдачи, если у нас будет 50 пенсов. Такая вот монетка. Ну, и вот здесь они, соответственно, разные варианты предлагают. Вот видите, тут глубоко практикуются. Похожие задачи можете почитать и сами посмотреть, сделать. То есть, в целом, вы видите, идет практика отработки решения задач. Тут детям начинают объяснять, что такое умножение. То есть, вот они говорят, 2 и 2, такие вот берут пары. Это 4. Это то же самое, что 2 умножить на 2. Если взять 3 двойки, это то же самое, что 2 умножить на 3. Ну, тут, соответственно, 4 умножить на 2. То есть, так вот с иллюстрациями, с картинками. Ну, и просто поясняют такой вот естественный способ понимания умножения, что это, на самом деле, нужно сложить столько-то пар. Здесь они перешли к умножению. Тут умножение на 3 происходит. Здесь у них идет умножение на пятерку. Видите, там 5 на 5, 6 на 5, 18 умножить на 10, 38 умножить на 2, 19 умножить на 5, 15 умножить на 5. Так, если честно, я сам удивлен несколько. И пошла таблица умножения. Умножение на двойку. Умножение, видите, там на пятерку, на двойку. Здесь на тройку, на двойку, на пятерку. Но это не таблица, это как бы задачки. Вот они практикуются делать это умножение. Темнеет, поэтому я включил свет. Здесь у нас идет, видите, опять умножение. Ну, здесь уже монеты, да, пенсы. Цена умножается. Там 3 на 5 пенсов будет 15 пенсов. Что-то такое более реалистичное. Опять практика на умножение. Опять же практика. А вот здесь, что любопытно, появляется деление. 4 разделить на 2. 10 разделить на 5. 6 разделить на 2. То есть вот они просто рисуют 6 звездочек. Если поровну на 2 такие группы поделить, то будет 3. Дальше идет практика. 30 делят на 2. 60 на 3. 35 на 5. 40 на 10. Ну, то есть, видите, такое деление именно пока небольших. То есть это 2, 3, 5, 10. Самое простое. Опять же практика на деление. Опять же практика на деление. Опять практика на деление. Ну, здесь уже вот там 30 на 5 делят. 15 на 5. 21 на 7. Опять же практика. Практика есть. Они прорабатывают. Вот пошел период у них опять текстовых задач. Давайте разберем несколько задач. То есть, в целом, вы можете их прочитать, нажав на паузу. Ну, давайте я озвучу. Здесь у нас есть 30 детей в классе, который называется стрекоза. И 5 детей в школе сегодня не явились. Нам нужно разбить по 5 детей в группе для того, чтобы произвести какой-то научный эксперимент. Сколько будет групп? Вот они говорят там 30 минус 5. Делим на 5. Получаем, что 5 групп хватит. У нас есть 19 носков. Сколько пар мы сможем составить? Можете посмотреть. То есть задачи такие пока не сложные. Тоже они это дело практикуют. Дальше пошло интересно. Дальше у них начались... Это что-то вроде предвестника дробей. Не дробей, а правильнее сказать доли. Одна вторая. Вот есть разные геометрические формы. Видите, здесь нужно круг, половину, да, выбрать, заштриховать. Здесь уже по-другому ориентированную. Здесь еще по-другому ориентированную. То есть вот как бы суть явления. Дальше квадрат. Квадрат уже вот по-другому разбит. Тоже половину надо выделить. Здесь по диагонали. Здесь уже такой вот прямоугольник. Здесь 1 четвертую. Тоже видите всевозможные формы. Как выглядит 1 четвертая для там квадратов, кругов и даже вот прямоугольника. И дальше вот они начинают практиковать. Видите, там немного повернуты у нас формы. Как-то по-хитрому их разрезают. Но в целом у них должно появиться чутье и понимание вот этой абстракции. Что такое четверть или что такое 3 четвертых в данном случае. Дальше они начинают практиковать. Закрашивают и оценивают. Сколько у нас вот здесь вот видите там 3 четвертых. Такие как пчелиные соты. Ну и дальше идет вот эта вот практика. Формы становятся не совсем правильно. Видите, какие-то изогнутые, как в тетрисе. 1 третью, 1 четвертую, 1 вторую, 3 четвертых. Вот они выделяют в этих формах. Пошла практика. Здесь видите с треугольниками 3 четвертых. Здесь вообще какая-то такая хитрая стрелочная форма 4 десятых. В целом у них вот это интуитивное понимание доли очень хорошо развивается. Ну и дальше идет практика. Видите, там они начинают смотреть уже долю применять к числу. У нас есть 1 вторая от 8. 1 вторая от 12. 1 четвертая от 8. 1 третья от 12. Теперь начинают эти доли уже применять к числам. 1 третья от 18. Дальше практика с долями. И тоже вот уже что-то больше, что-то меньше. Ну в самом деле я сам в шоке. Дальше у них пошли ну такие как практические навыки. То есть они начинают мерить длину. Вот изучают такой вот мелок и карандаш. Что там длиннее, насколько. Иногда видите, они меряют не от нуля, а от четырех. И вот должны сопоставить эти длины. Вот здесь вот начало, даже точка отсчета сдвинута. Здесь, соответственно, с градусником идут измерения. Объемы по-разному. Колбочки тут и кувшины заполнены. Весы. Вот они показывают сколько грамм. Дети должны уметь считывать. Здесь опять же с весами практика. Дальше со временем. У них это как отдельный навык. На круглых часах со стрелками с большой и маленькой. Смотреть на часы и говорить сколько часов, сколько минут. Так, так. Практика идет. Что-то пошло про геометрические фигуры. Это тоже у них является обязательным. То есть вот тут шестиугольник. Здесь у нас треугольник. И вот они говорят сколько там вершин. Сколько сторон. И что самое интересное, сколько линий симметрии у него есть. Вот. То есть вот они начинаются такие вот азы геометрии. Вот опять же тут про круг. Сколько линий симметрии у круга. Бесконечное число, да. Потому что как линию не проведи через центр, это будет линия симметрии. То есть вот они характеризуют по-разному формы. И дальше уже пошли трехмерные формы. Куб. Параллелепипед. Фера идет. Цилиндр. Довольно интересно и неожиданно. Здесь трат заканчивается. Мне нужно взять последнюю. Здесь немножко идет развитие трехмерных форм. Какие-то базовые вещи про сколько поверхностей, сколько вершин, сколько сторон. А, вот здесь вот интересная, кстати, задача. У меня шесть поверхностей. Что это может быть? Соответственно, они вот предлагают. Это может быть куб. Это может быть параллелепипед. Ну вот разные варианты. Ну и тут вот, соответственно, по-другому тоже характеризуют. Это уже как бы конец учебного года. То есть вот они начинают отрабатывать эти вот навыки. 15 умножить на 10. 16 умножить на 10. Они говорят, это то же самое, что 32 на 5. То есть в каком-то смысле уже закладываются азы разложения на множители. Вот 12 на 10. То же самое, что 2 на 4 на 5. А, ну вот тоже вот практика на деление. Где-то треть таблицы умножения. Они, по сути, вот сейчас уже выучивают. Еще тут немножко они попрактикуются. 3 умножить на 2. 6. Но тут как х, то есть нужно было понять, что нужно умножить на 2, чтобы получить 6. И поэтому 6 разделить на 2 – это 3. Показывается такая вот связь. Развивается интуитивное понимание между умножением и делением. Вот и все. Все. Вот у нас это уже конец июня. Учатся они немножко подольше. Они учатся почти что до середины, или даже, я бы сказал, конца июля. Летние каникулы всего 6 недель в Англии. Итак, давайте подытожим. В возрасте 7 лет, когда дети пойдут в школу, они к этому моменту должны знать следующее. В Англии сейчас я говорю о бесплатных государственных школах. Что требуется? Нужно складывать и вычитать двухзначные числа. Например, вот там 64 минус 21, 37 минус 24. И еще дети должны уже умножать и делить на 2, 4, 5. Еще на тройку. Из ключевого знать еще доли. 1,4, 1,2, 1,3. Вот видите, как здесь считается. Кроме этого, они должны уметь работать с часами, с циферблатом. То есть, глядя на часы, говорить сколько времени. Кроме этого, есть разные задачи на работу с весами, с измерительными приборами, чтобы объем мерить. И кроме этого, еще важно, что они уже начинают изучать разные формы, как двухмерные, так и трехмерные. То есть, это куб, параллелепипед, цилиндр, сфера, призма и их какие-то характеристики. Нехилый такой багаж знаний, да? Значит, вот с этими знаниями, то, что я сейчас обсудил, это перед тем, как они в 7 лет начнут свой третий класс. То есть, вот в 7 лет они придут в школу, и вот это они уже все должны знать. С этой точки они в 7 лет будут стартовать. Напишите, пожалуйста, а что дети у вас знают, когда они в 7 лет идут в школу? Какого рода объем знаний от них требуется по математике? И, конечно, обязательно напишите, в какой стране вы обучаетесь. Также рекомендую посмотреть у меня на видео сравнение за примерно третий класс российской школы, также в 9 классе экзамены ОГЭ, и также в 11 классе аналоги в Англии и ЕГЭ, и вот что делают на ЕГЭ в России. Это очень полезное видео, просто для расширения кругозора и понимания, а что происходит, а как в других системах обучают математике, и какого рода знания дают. Вообще, мне подогнали тетради из довольно разных предметов. У меня есть и наука в начальной школе, и там по письму, по географии, по истории. Если вам что-то интересно, обязательно напишите в комментариях, про какие именно предметы вы бы хотели увидеть видео на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok